Нет ни единого дня, когда на имя губернатора бы не поступало порядка 20 обращений от многодетных семей, которые просят разъяснить, когда в Тверской области будет принят соответствующий закон, и можно будет обратиться с заявлением о постановке на учет и в дальнейшем о получении земельного участка. Поэтому, исходя из поручений президента и поручений, соответственно, губернатора Тверской области, был подготовлен законопроект, который предусматривает и решает, на мой взгляд, самые основные вопросы. Первое – это категория граждан, которые имеют право получить данные земельные участки, потому что понятие «многодетная семья» – понятие очень широкое, и в этом смысле мы говорим о многодетных семьях, которые проживают на территории Тверской области. Второй момент – мы говорим о том, что это право является однократным, и если гражданин получил земельный участок в другом субъекте, он не сможет получить его у нас, потому что это право является однократным. Значит, очень важный момент, что земельные участки, которые будут представляться многодетным семьям, будут представляться в долевую собственность. То есть не просто родителям, которые по своему усмотрению, так сказать, распорядились, и дети опять остались незащищенными, а именно в долевой собственности. Сегодня принят в первом чтении законопроект, внесенный губернатором нашей области Андреем Владимировичем Шевелевым. Вопрос очень важный. Я напомню, что губернатор внес данный законопроект в соответствии с поручением президента, которое он озвучил в послании еще в ноябре 2010 года, о предоставлении земельных участков, бесплатном предоставлении земельных участков семьям с тремя и более детьми. Депутатский корпус с правительством нашей области настроен решительно, чтобы этот закон не просто определял порядок постановки на учет многодетную семью, а самое главное, чтобы, конечно, в первую очередь предусматривал четкий порядок, и мы будем смотреть вместе и проекты нормативных правах, так, чтобы в кратчайший период времени были предложены уже всем, кто встанет на учет, были предложены земельные участки. Конечно, желательно, и мы это будем обсуждать еще при подготовке второго учения с муниципалитетами, чтобы эти участки, если мы говорим о жилищном строительстве, в какой-то степени была подготовлена хотя бы минимальная инженерная подготовка, инженерная коммуникация.